Так что не затягивайте, чужой, вся задняя капсулка. Начнуть время – самый ценный совет в этом кабинете. Его Ольга Смирнова произносит часто, но еще чаще, спустя этапы диагностики, направляет на операции. Если есть опухоль, то она здесь будет. Если есть отслойка, она здесь будет. Если есть кровоизлияние в стекловидное тело, это тоже здесь видно. Среди пациентов не только пожилые. Отслоение сетчатки, травмы приводит сюда и молодых. Жители края вместе с Ольгой лечат всего 8 офтальмологов, они же хирурги. Сама врач признается, что именно в краевой больнице два десятка лет назад пришла к своей мечте – оперировать. И с тех пор потребностей в хирургии меньше не стало. Катаракты – это основная наша патология. То есть процентов на 85 наши пациенты – это больные с катарактой. В день проходит иногда по 20-25 катаракт. Ежегодное отделение проводит более 3000 операций. И в отделении проводятся уникальные операции. Единственное в крае мы проводим операции – это по онко-офтальмологии. Офтальмология и онкология – два узких направления в одном. А Ольга – одна из двух хирургов, которые проводят эти операции. Свой опыт передают в научных работах и с интересом ученого называет каждый только случай эксклюзивом, на примере которого нужно изучать болезни и снижать смертность. Пока диагностика рака глаза очень сложна. Если там есть катаракты, за катарактой просто не видно. Если врач не имеет онкологической осторожности, то он может просто не увидеть эту опухоль. Очень часто больные сидят, ну вот, снижается зрение. Ну и снижается. Ну и ладно, потом пойду прооперируюсь. А потом приходит там уже запущенная стадия меланомы. Каждый год к ней попадает по 10 новых пациентов с онкологией. Так что останавливаться в исследованиях она не намерена. Спустя 40 лет в медицине у лучшего офтальмолога страны по-прежнему много планов. Анастасия Дорога, Николай Шелко. День с толком.